Утро со звуком! Ещё больше утра! Ещё больше звука! И ещё больше позитива, друзья! Ну и что? И ещё больше всяких разных интересностей, вестей. В данный момент Киновести. Да? Да. Киновести! Камера, мотор, экшн! Друзья, ну все, все помнят... О, кстати, да, Алексей мне показывает... Читаю Киновести в папахе. В белой. Да. Я потом расскажу... Напомните мне слово папаха, я вам анекдот расскажу, потому что это не эфирный анекдот. Хорошо, жарко, я снимаю. Основную я сделала, степ. Друзья, все помнят фильм «Американский пирог»? Да. Ну, конечно. А вот по следам этого фильма выходит краткометражка «Мисс Пирога». Да. Ну, потому что всем же жалко было пирог. Ну да. Нечеловеческий, просто издевались, мне кажется. Так вот, к примеру четвертой серии «Американского пирога», который носит под заголовок «Все в сборе», смехачи с ресурсов «Фани О' Дай» сняли вирусную короткометражку «Месь пирога». О том, как злополучное мучное изделие стало для Джейсона Биггса наваждением и проклятием всей жизни. Это, знаете, как «Манит меня Михалыч», «Манит меня пирог». Премьеры скоро на экранах. Друзья, ну вы знаете, что в ноябре выходит Костя, не пугайся, я не про ноябрь сейчас. В ноябре 2012 года выходит фильм «Сумерки», но для того, чтобы не скучать... Мне уже страшно. Ну подожди, ну подожди. Ну чтобы не скучать. Ура, ура, ура! Паттинсон, господи, боже мой! Вот чтобы не скучать по Паттинсону, он решил сняться в одном фильме. Бэлла так и не съедет. Нет, она будет теперь всех есть. Ну, неважно, дело не в «Сумерках». А мне нравится. Вот, вот, «Солидарность женская». Вот она такая. Я посмотрела все части. Вот так вот. Причем я не смотрела... Я тебя с супругой познакомлю, она еще и все книги прочла. Нет, книги не считала, но я так с таким предубеждением, типа, да ну нет, я не буду смотреть. И тут у меня, мне было нечего делать. Целый час дома. Я подумала, ну, надо включить. Включила. И посмотрела все три части. За час. На перемотку включаешь и смотришь просто без волка часа. Только Джейкоб менялся с волосами без волос. Красивый, красивый Джейкоб. И Паттинсон хорошенький. Так вот о Паттинсоне. Он снялся в фильме, который выходит сегодня, друзья. Прокат «Милый друг» называется. То есть сам. Да. «Милый друг Паттинсона». Как подружиться с собакой. С умой Турман он там дружит, а не с собакой. Ого. Я бы попросила. Она не любит, когда ее так называют. Далее фильм «Гнев титанов». Тоже выходит на этой неделе. Еще можно посмотреть прекрасный фильм под названием «Рыба моей мечты». Кто «Мои мечты»? «Рыба моей мечты». Ты что, не видел видео в Ютубе? Нет. Ты что, ясь? Нет? Нет, нет, нет. Боже, покажите, покажу. Костя, покажу. Все мне говорят про этот ясь, я его так до сих пор и не видел. Я не видела. Что это такое? Все, я не один такой. Все, отлично. Я покажу в Ютубе вам все, что нужно. Так, и последний фильм, который выходит на этой неделе, в краю, не последний, а крайний, в краю крови и меда. Что за ужасы? Это Анжелина Джоли сняла, она режиссер. На самом деле, военная драма, она основана на правдивой истории. Джоли решила повоевать. Я вот прекрасный фильм на самом деле. По названию как будто ужасник. Ну да, что-то такое. Кинохит. Лидер проката. Ну, лидер проката, друзья, видимо, потому что я сходила на этот фильм. Я отдала свои 300 рублей. Так. В кассу. Судя по всему, я отдал 600. Да? О, отлично, дай пять. Пятерочку. Ага. Голодные игры. Да, он самый. Победили на этой неделе. И уже за одну неделю они собрали 59 миллионов. Вот такие вот молодцы. Да, молодцы. Как тебе фильм-то? Офигенный фильм. Очень понравился. Мне понравилась история. История сама, да. Сам сюжет хороший. Драйва не хватало. Драйва, может быть, и правильно, что не хватало. Потому что несуразность самой истории, она как-то все это перекрывала. Вот ты сидишь с таким ощущением. Да ну как такое может быть? Нет, нет. Такое не бывает. Я сидел с ощущением того. Ну что, ну когда уже? Когда уже? Когда уже? А то есть, когда вы смотрели «Матрицу», вы такие, все нормально? Да, там всегда бывает. Вот так и есть. На самом деле, если честно, мне этот фильм напомнил «Каникул в Мексике». Ну, чего? Чего? Чего напомнил? «Каникул в Мексике». Что это? «Реалити-шоу». На одном музыкальном канале. Ну это действительно так. Знаешь почему? Такая же борьба за выживание. Ну серьезно. Ну когда ей лекарство прислали и была записочка. Она читает, не поцелуй там в щечку. Она пошла, поцеловала его в губы и ей прислали побольше коробочку. Потом она была готова на все, на самом деле. Ради шоу. За коробочку вообще. Что там была? Таблеточка такая. Мы тебе расскажем. Мы тебе расскажем. Ну, в принципе, вот такие вот киноновости. Спасибо, Лайва Фишер. Алекс, ты готовь к царевности. Да я уже туда. Да, уже. Стоп, снято. Киновести. Спасибо.